Слава Украине! Привет всем от Полонского! У Трампа неприятности, ребята. Вот те суды, которые висели у него над загривком, начали потихонечку выстреливать. Сейчас в Америке ждут решения Верховного Суда по поводу того, осуден ли Трамп из-за бунта, который был под Капитолием 26 января 2021 года. Это тут мы еще ждем. Уже есть два решения суда, что-то кидал о суде, но ждем Верховный Суд. Но на носу еще, как оказалось, куча судов. Итак, 25 марта, несмотря на все сопротивление адвокатов Трампа, назначен суд о одном из самых позорных моментов в его биографии. Он не позорный, для Трампа это абсолютно нормальный момент. У него вся жизнь состоит из таких моментов, плюс-минус, чуть хуже, чуть лучше. Это парнозвезда Stormy Daniels, с которой он общался, я так понял, в тот самый момент, когда его очередная жена рожала ребенка. Вообще там замечательно. Ну вот я так понял, где-то так, да? Такая вот ситуация была. Ну ладно, то, скажем так, его отношения с женой, это из области, скажем так, личных отношений и морали. Если американцам нравится такой товарищ на посту президента, это их право голосовать за вот за эту. Но, что касается парнозвезды, с которой он очень тесно общался и продуктивно, там получился косяк у него. Почему? Потому что, чтобы скрыть детали вот этих вот глубоких отношений с этой мадам, он попросил своего адвоката, тогдашнего, значит, заплатите, заплатите 130 тысяч долларов за молчание и подписать с ней договор о неразглашении. Вот какая штука. Тот заплатил. Заплатил, деньги дал Трамп, адвокат занес. А знаете, как они прошли по бухгалтерии? Они прошли как плата адвокату за услуги. Это в Америке такое нельзя. То есть, чтобы вы поняли, получается, де-факто фактически плата женщине не очень тяжелого поведения за услуги были записаны как плата адвокату за услуги. Ну, короче говоря, самое интересное, что вот этого адвоката за это уже осудили. Да. И он уже отсидел. Так что вот тут большая проблема у него намечается, поскольку адвокат-то выложил все карты на стол, как есть, все рассказал, как есть. И теперь у него, теперь Трампу придется с 25 марта объясняться с американской эфемидой, причем в Нью-Йорке. Он хотел сначала закрыть дело, потом вынести дело из Нью-Йорка, утверждая, что присяжные в Нью-Йорке будут к нему объективны. Мы все знаем, что Нью-Йорк действительно демократический штат. И к вот таким вот швицарам типа Трампа отношение такое себе проблематично. Но, тем не менее, он, судя по всему, эти вот свои деяния он производил в Нью-Йорке, поэтому совершенно логично, что суд будет все-таки такой. Да. Это еще не все. Значит, это один суд дальше. В мае его ждет еще один суд. Это разбирательство по делу о документах, секретных, и о совершенно секретных документах, которых он просто в коробках хранил у себя на ранчо, куда доступ кто только не имел. То есть, вот представьте себе, там мексиканцы вот эти вот служанки ходили, либо там уборщики ходили, кто они, неизвестно. Может, они из ФСБ были, наверняка были из ФСБ какие-то там. И тут стоят коробки, значит, со сверхсекретными американскими документами. Бери, не хочу. Читай, не хочу. Фотографируй, не хочу. Вот так это называется. Этот суд у него начинается в мою, чтобы вы понимали. Еще один, еще один суд будет. У него в августе еще. Это неприятность. Короче, суд за судом. В августе у него более неприятный суд. Это о попытке поменять результаты выборов в штате Джорджия. Да. Попытки в 2020 году она была совершена. Когда Трампу не понравились результаты выборов в Джорджии, он попытался их каким-то образом, значит, поменять. Что, конечно же, противоречит американскому законодательству. И за что можно загудеть в тюрьму на очень большой срок. Вот прокурор назначил уже суд на август. А к этому всему на голову. Сейчас ждем результаты Верховного суда. Если Трамп остается подсуден по делу о этом бунте возле Капитолия, то, соответственно, я не знаю, когда точно, но будет еще и дело по бунту у Капитолия. То есть тут, знаете, одно на второе, на третье, на четвертое. Когда он будет заниматься, сейчас говоря, предвыборными делами, я не знаю. Ему нужно будет, конечно, после этих судов очень серьезно расслабляться. Поэтому, не знаю, я бы от себя так вот порекомендовал бы ему, может быть, возобновить знакомство со Сторми Дэниелс, чтобы она все-таки помогла ему каким-то образом нормально расслабиться.